Ну и в этом прямом эфире я, как всегда, буду давать много полезной информации, много ценной, много информации для осмысления, много информации, которая перевернет ваше сознание, ваше представление. И, конечно, много будет практичной информации, несмотря на то, что эфир будет коротким, тем не менее практики там будет, практичной информации, практической такой пользы психологической будет достаточно много. Итак, всем здравствуйте! Кто-то все улыбается, я также всем улыбаюсь. Добрый вечер, Александр. Приветствую вас, ученица с курса мужской психологии. Очень рада, что приобрела и уже практикую. Ну, большое вам спасибо. Мне очень ценно, что вы цените этот курс. И мне очень ценно, что вы его применяете, и он работает. То, что он работает, у меня сомнений нет. Вот то, что люди его применяют, у меня вот в этом есть некоторые сомнения. Некоторые люди копят, знаете, они как бы читают книги или читают, что-то слушают и говорят, ну, ладно, как-нибудь потом применю. Ну, это, знаете, похоже на людей, таких, на скупцов, которые копят деньги, но не тратят. Какой смысл зарабатывать деньги тяжело, если не тратить их, да? Весь смысл в этом как раз, чтобы тратить. Но есть люди, которые копят знания, но не тратят, не применяют его этот, ну, это смешно просто. Ну, я рад всегда, когда вы применяете. Когда что-то не получается, у нас возникает диалог. То есть вы можете сказать, у меня что-то не получается, я могу вам посоветовать, сказать что-то не то. Но когда вы совсем не применяете и говорите, нет, наверное, это не сработает, это тупиковый путь. Итак, Алматы с вами. Да, мы с вами, марафон, кто-то меня спрашивает, мы с вами разве не здесь встречаемся? Нет, марафон будет не здесь, дорогие мои. Марафон будет за рамками Инстаграм. Чтобы попасть на марафон, вам нужно будет зарегистрироваться, он будет проходить вне рамок Инстаграм. Поэтому у вас будет еще время, но поспешите. Вам нужно будет выйти в мой профиль, нажать на психолог Александр Шахов и найти там ссылочку, синенькая называется, таплинк, ее нажать. И там будет меню, где написано марафон ласковости или марафон раскрытия женственности. Вот на этом марафоне вам нужно зарегистрироваться быстро, получить на почту приглашение и быстро туда зайти. Потому что если вы не успеете, о, блин, тогда я не знаю, как вы попадете на марафон. Окей? Молодцы. Да, кто... Здравствуйте, после ваших постов распознала мужа-манипулятора. Какой ужас. Да радуйтесь, дорогая моя, радуйтесь. Я понимаю, что это ужас и шок для вас, но радуйтесь, что вы выявили предателя. Знаете, вот когда, например, в каком-то есть какой-то вредитель, который все время, ну, проблемы создает, а ее как бы непонятно из-за чего проблемы. И тут вы вдруг нашли этого предателя, нашли этого человека, нашли эту причину или болезнь, причину болезни. Теперь хоть можно с ней как-то работать, с ней можно что-то делать. Хуже всего, когда непонятно ничего. Так что во всем есть позитивные стороны. Я понимаю, что манипулятор, господи, я все время прожила с манипулятором. Но случается. Именно поэтому я приглашаю вас на свои курсы для того, чтобы... По манипулятору, кстати, для того, чтобы... В частности, для того, чтобы четко понимать, кто такие манипуляторы, и никогда не переходите им дорогу. Не переходите дорогу манипуляторам. Бегите. Не надо их исправлять. Бегите от волков, от волков хищных, от тигров. Надо бежать. Не пытайтесь их приручить. Это дикие звери в психологическом смысле. Но у нас не об этом эфир. У нас сегодня эфир «Три способа развить женственность». Давайте с вами поговорим. Напоминаю, что разговор начнем сейчас, а продолжим мы уже на марафоне. Марафон будет не в Инстаграм. Нужно на него зарегистрироваться. Профиль мой. Заходите. Нажимайте на ссылку. Ищите марафон ласковости или марафон поднятия самооценки. Регистрируйтесь. Пишите свою почту. И на почту сразу придет ссылка, по которой вы сможете перейти и послушать продолжение моего вебинара по раскрытию женственности. Но теперь самое важное. Я выключу на это время комментарии, чтобы ни вы, ни я не отвлекался. Поехали. Кто уже был на моих предыдущих марафонах, прямых эфирах, я объяснял, что женственность – это такое обиходное понятие. Мы не знаем, что такое женственность. Мы говорим, что женщина должна быть женственной, мужчина должна быть мужественной, собака должна быть собачной, кошка должна быть кошачной, масло должно быть масляным. Ну, как бы вот так, да. Совершенно непонятно, что такое женственность. Но я буду, для меня, у меня есть вполне конкретное определение этому. Поэтому я сейчас разберу, препарирую, структурирую это понятие женственности и расскажу вам, из чего же она состоит. То есть, что это означает. Прежде всего, конечно, я буду рассказывать это с точки зрения психологии, с точки зрения мужского восприятия. Я часто вижу такую ситуацию. Женщина говорит, я женственная, я красивая. Она говорит, мужчины со мной не знакомятся. Знаете, такая проблема. Мужчины не обращают на меня внимания. Я красивая, я умная. Вот, это она так о себе думает. Дерево познается по плодам, дорогие мои, по результатам. Если женщина красивая, сексуальная, на неё мужики вешаются пачками просто. То есть, они липнут, как мухи на липкую ленту, понимаете. Летят на неё, как мухи на мёд. Если, ну, кстати, на мёд летят не только пчёлы. Понимаете, вы должны понять. Одна девочка меня спрашивает, подписчица, она говорит, почему мне попадаются манипуляторы и женатики? Любимая моя, дорогая, милая, если ты мёд, если ты классная, то на мёд летят не только мухи, не только пчёлы, но и мухи. Будь готова к тому, что будут манипуляторы, будут женатики, будут, как бы, всякие, как бы, типчики приставать. Поэтому тебе нужно уметь сортировать. Котлеты отдельно, мухи отдельно, понимаешь, да? То есть, женщины могут думать о себе, что они женственные, но на самом деле это их иллюзия. Часто так происходит. Я вижу это довольно часто. Почему? Потому что женщина, во-первых, не может себя оценить со стороны, во-вторых, не понимает, что такое, в принципе, женственность. Давайте разберём. Я сегодня буду говорить как психолог с вами и расскажу, как бы, препарирую, что это означает, женственность. Ну и, конечно, я психолог мужчина, поэтому моё представление в какой-то степени имеет и мужскую природу. Итак, женственность состоит из трёх составляющих, из трёх элементов. Если мы говорим, что женщина женственная, то есть человек женственный, то имеет три качества. Первое – это спокойствие. Второе – мягкость. И третье – ласковость. Сейчас расскажу, в чём различие. Первое – спокойствие. Спокойствие – это состояние внутренней умиротворённости. То есть это такое уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне. Это ощущение защищённости. Это освобождение вот этих внутренних негативных убеждений. То есть, когда мы говорим «женщина женственная», значит, она спокойная. Она снаружи спокойная, но нельзя сохранять. То есть вы же не разведчица, не штирлиц, чтобы внутри всё бурлило, а внешне быть такой, как камень, знаете. Нет. Всё очень просто. Чтобы быть спокойной, то есть можно выглядеть спокойной, а можно быть спокойной. Когда человек выглядит спокойной, а внутри у него всё бурлит, это проблема, это ведёт к неврозу, он подавляет свои эмоции. Не надо выглядеть спокойной, надо быть спокойной. А вот как быть спокойной, чёрт побери, от чего вот это зависит, беспокойство внутри, что вызывает внутри постоянно тревоги, сомнения, эмоции, позвонил, не позвонил, любит, не любит, ценит, не ценит, почему он так сделал, эти мысли постоянно гоняете внутри, внутри, а вдруг так произойдёт, а что же, почему он о бывшем, думаю, может, меня никто не полюбит, вот эта постоянно тревога, вот эта вот женщина-тревога. От чего это зависит, вот это внутреннее спокойствие? Это зависит от нескольких факторов. То есть это убеждение, которое у вас вложили в детстве с мамой. Например, у вас есть убеждение, мама говорила, ты у меня не красавица, учиться надо, да. Это означает, что вы будете в отношениях с мужчиной постоянно вспоминать, внутри тут заевшая пластинка будет, ты уродина, ты уродина, ты уродина. Это будет вызывать у вас ощущение тревоги. Вы будете постоянно тревожиться, а вдруг он увидит, что я уродина. И правда, я, конечно, изо всех сил стараюсь быть не уродиной, но внутри же кто-то мне говорит, мама ещё в детстве говорила, эта пластинка в голове звучит. Ты дура, ты дура, ты уродина, у тебя ноги корявые, у тебя изо рта дурно пахнет или что-то такое. Есть убеждение просто, и отвязаться от него невозможно. Есть страх из предыдущего опыта. Мужчина, например, бросил вас или что-то плохое там сказал в отношении вас. Эти мысли, вы не можете их оставить, бросить, думайте, меня никто не полюбит, у меня двое детей, но кто же меня возьмёт? Нормальных мужиков нет. Это вызывает ощущение беспокойства. И женщины в большинстве своём сейчас это такие очень нервные дамочки такие. Они, знаете, они стараются, они приходят на свидание. Я когда ещё не был женат, я тоже встречался с женщинами и ходил на свидание. Ну, мне как психологу было более... Мужчина так видит, просто мужчина не понимает, почему женщина тревожится. Я так как психолог понимаю, почему она тревожится, а мужчина просто видит, что она беспокойная. Она такая... Сидит вот, она такая... Да, да. Такая... Немножко поддёргивается она. Или начинает она такая... Что-то там... А у тебя что было в прошлых отношениях? Такая... Оп. И ты попадаешь... И ты понимаешь, что ты, опа, попал к следователю прокуратуры на допрос. Она говорит, а почему? А почему вы разошлись? И такая смотрит. Такая готова записывать. Почему вы разошлись такая? Оп. Готовая уже очную ставку сделать с бывшей. И думаешь, ёпарасы, это я только... Пришёл в кафе просто мило познакомиться, пообщаться с человеком, узнать. А тут тебе уже допрос. А сколько у тебя детей? А сколько... А как ты к детям относишься? А маму свою любишь? Вот. А как... А сколько ты зарабатываешь? Нет, всё правильно. Нужно задавать вопросы. Но... Я даже учу на курсе мужской психологии, что вы должны как бы проверять мужчину. Ну, в общем... Но нужно важно, когда задавать, понимать. И как их задавать. Если вы просто сейчас на нерве, если вы... У вас предыдущий мужчина пил, был алкоголиком, вы с ним потратили 10 лет жизни, или даже 2 года жизни, он вам всем нервы вымотал. Вы чего? Вы боитесь, что как бы вас как бы не нарваться снова на алкаша. Поэтому внутри вас немножко трясёт. И вы такие... Он раз там себе налил вина. Вы такие... Опс! Пьёт. Пьёт. Такая внутри... У вас внутри напряжено, вы как бы внешне так делаете, типа... А я как бы бабочек смотрю. Вот я такая вся... Ну, косяка так на него-то копов, на рюмку-то его. Он выпил. Ну, как красивая женщина. Там романтический вечер какой-то. Да, я себя как бы почувствую немножко расслабленным себя. Выпивает бокал вина. Она такая... Такая алкоголик, наверное. Алкоголик сколько. Ну, дальше продолжается беседа. Думают, ну, как бы, да, я себе налью ещё бутылку. Ну, как бы, у меня там... У меня толерантность какая-то алкоголика. Ещё бокал вина. Ты не будешь? Она такая, ну, точно алкоголик. И второй уже. А ты как вообще, ну, как бы, к алкоголю относишься? Всё, поехал. То есть, нет спокойствия. И мужик, он не понимает. И это я психолог. Я понимаю, откуда это всё. А мужик, он не понимает, что это как бы ваши загоны внутренние, да? Ваш опыт. И он думает, со мной что-то не так. То есть, она как бы... Это у меня какая-то проблема. Блин, ты чё? Ну, я... Я вообще раз в полгода вышел в кафе, в ресторан. Я всё время работаю. Раз в полгода налил себе второй бокал вина вообще. И тут как бы попадается дамочка, которая меня начинает строить по поводу того, что я алкоголик. Она начинает смотреть на меня и подозревать. Да нафиг, она мне нужна. Он же не будет разбираться, что у вас как бы в предыдущем браке были какие-то проблемы с алкоголем. С алкоголиком, точнее. Да? То есть, вот это внутреннее беспокойство, вот это вот ощущение, как бы, знаете, вот такого тревоги, страха каких-то вот... У женщин в голове столько барахла вообще. Вот реально столько установок. Одна мне пишет, ну, а вот как мне узнать этого... Как мне узнать мужчину, который вот мне суждён на всю жизнь? Я говорю, в смысле суждён? Ну, как бы, ну, у нас же мужчина... Мне мама говорила, что любовь бывает один раз в жизни. И я говорю, ну, это мама где прочитала? В сказках? Она говорит, ну, как бы, мама же врать ним... Я ещё, говорит, вот в девичьих дневниках писала, в этих девичьих... Вот мы когда, вот, я была в школе, там, в восьмом классе мы вели дневники, там вот эти всякие стишки были. Мы когда рисовали котиков, там, да, вот эти... И там говорили, любовь на всю жизнь, и если он тебя любит, то он для тебя тебе всё отдаст. Я говорю, ну, это классно, как бы, вот это... Это классная установка, но я боюсь, что вы будете глубоко несчастны всю жизнь, потому что, блин, жизнь не сказка, и жизнь это не девичьи дневники, извините. Но вам придётся поискать партнёра, и не факт, что он будет таким, как в мелодраме Ричард Гир, понимаете? Не такой он будет. И там-то у него в мелодраме у Ричард Гира полно было караканов в голове, да? Посмотрите, в начале фильма он был, он был исключительным эгоистом, и какой в конце он раскрылся, ни с того, ни сего. И не факт, что потом там-то история заканчивается вроде, а что там дальше будет непонятно у них в красотке. Понимаете, да? То есть у женщин много в голове вот этих установок, и это всё вызывает чувство беспокойства. И нет спокойствия, нет женственности, потому что мужчина, он хочет видеть женщину, которая как вода, знаете, вот мы воюем, мы мужики. Реально воюем, то есть для нас работа, весь этот мир, это всё время война. Мы всё время как бы сражаемся друг с другом за выживание, конкурируем даже с друзьями. Мы хотим прийти в свою пещерку, ну, в свою уютную, где нас встретит жена спокойная, ласковая. И мы, знаете, как в воду вошли, и она своим спокойствием смыла с нас всё. И мы такие, вау, класс, я домой пришёл, я после войны пришёл домой. Вот это, вот это мужчины ценят. Да, я знаю, что мужчины, что, ну, как бы так, ну, к женщинам так нельзя относиться. Понятно, что мужчина должен вкладывать в женщину, чтобы она чувствовала себя спокойнее. Он должен помогать ей избавляться от эмоций. Но, дорогие мои, если вы перекладываете эту всю ответственность на мужчину, что это только он должен делать, а не вы, то вы глубоко заблуждаетесь. Это 80% ваша ответственность. За ваши собственные эмоции отвечаете вы сами. За ваше собственное спокойствие, за ваши собственные, там, тараканы в голове. Это ваша проблема. Поэтому номер один, женственность состоит из спокойствия, из внутреннего, из ощущения, то есть способности перерабатывать свои эмоции негативные, работать со своими установками. Вторая вещь, из которой состоит женственность, это мягкость. Это способность восприятия. С одной стороны, это вроде похожие вещи, но они немножко по-разному. То есть спокойствие, это такое ощущение, наверное, на эмоциональном уровне, как бы отношение к себе. Да, это уверенность, высокая самооценка. А мягкость, это способность принимать окружающий негатив. Ну, то есть, это, знаете, как вода. Да, вот мы сегодня на марафоне, кто еще не успел узнать, что продолжение эфира будет на марафоне. Марафон называется «Как повысить самооценку и раскрыть свою женственность». Зарегистрироваться на марафон. Марафон будет не в Инстаграме, поэтому зарегистрироваться нужно войти в мой профиль, нажать «Психолог Александр Шахов» на эту надпись «Войти в мой профиль» по ссылке «Зарегистрироваться». Только тогда вы получите, он будет уже начнется через полчаса вебинар. Там мы пройдем технику, которая называется «Я вода». Вода – это означает такое состояние принятия. То есть, знаете, вот воду бросаешь камень, а она как бы раз и поглотила его. И круги разошлись, и снова гладь спокойное озеро. То есть, вот это состояние принятия. Вы бы хотели, например, чтобы мужчина, если он пришел, он пришел с войны, то есть он уставший, он не может, он как бы злой. Он вот его только что там рубили где-то, он рубился там ради вас, там мамонта добывал, на него тигры набрасывались. Мамонты его хотели забодать, там носороги, другие мужики хотели у него. Он пришел, он такой, на дорогах везде все подрезает, там начать, как бы чиновники взятки берут, государство налоги дерет, вообще капец. Он приходит домой, он вот такой весь, понимаете. То есть, женщина должна уметь, мужчины что будут ценить? Женщина уметь этот негатив принять у него, поглотить и при этом не расплескаться. То есть, вот эту технику «я вода», «я спокойствие» мы будем проходить на марафоне. Поэтому регистрируйтесь обязательно. Я вам покажу. Кто-то уже ее брал на моем курсе «Самооценка». Это часть курса «Самооценка». Кто-то ее уже получал, но я вам еще раз покажу, как правильно ее проходить. Потому что у кого-то получается, у кого-то нет, и эта техника нужно осваивать. Это очень мощная техника, позволит вам быть в таком постоянном состоянии спокойствия, умиротворения и способность принимать негатив, но при этом не разрушаться. Большинство женщин принимает негатив и разрушает. Ваш негатив, то есть, негатив с другой стороны, он как бы увеличивает ваше собственное. И вы говорите, я не хочу вот этого. Мужик говорит, у него проблемы какие-то. Вы говорите, я не хочу об этом говорить, у меня со мной проблем полно. И мужик говорит, окей, а зачем тогда мне нужна? Зачем мне нужна женщина, которая не может меня успокоить? Мне нужна женщина, которая меня поможет. Потому что у женщины это есть качество, у мужчины этого качества нет. У женщины есть качество вот успокаивать. То есть, быть такой размеренной, спокойной, мягкой такой. Вот как я сейчас говорю, да? Когда я сейчас с вами разговариваю, даже если вы тревожный, я могу вас успокоить. Вот почувствуйте состояние спокойствия сейчас, когда я с вами так разговариваю. Когда я смотрю с улыбкой на вас. Я. И вы можете точно так же с мужчиной поговорить, какой бы он нервным не был. Вы можете вот так с ним разговаривать спокойно. При этом вы сможете воспринимать его негатив, воспринимать его беспокойство. Но этот негатив будет, как знаете, утекать мимо вас. Он не будет вас разрывать. Он не будет вас увеличивать, ваше беспокойство. Это возможно. Я вас научу, и как я сейчас это делаю, точно так же вы будете делать. Меня спрашивают многие, а как, Александр, вы столько консультируете, столько боли, столько трагедии, вы слышите от других людей, как вы не разрушаетесь. Ну вот так. Я владею этой техникой. Я вам ее покажу бесплатно совершенно. Вы сможете быть мягкой. Вы сможете принимать. Вы сможете оставаться спокойно, мягко и в мягкой реакции. То есть вы сможете этот негатив, как скажем правильно, его нейтрализовать. Да? Вот так. Окей. Эта мягкость, она проявляется на невербальном уровне. То есть в движениях, в словах. Скорее всего, ну не в словах, потому что слова это вербальный уровень. Это вот, когда появляется мягкость, тогда женщина начинает, не важно, что она носит, она начинает двигаться. Ну, есть определенная категория женщин, тренеров, которые говорят, оденьте юбки, и вы сразу станете женственными. Ну, знаете, вот если взять на дровосека, надеть юбку, то он не будет женственным. Ну, вы знаете, давайте я подумаю. У нас есть шотландцы, мужики, которые носят юбки. Ну, знаете, такая мистическая мысль, то есть, ну, вещь. Просто нужно надеть юбку на мужика, и тогда он станет женственным. Ну, просто стать женственным. Нужно просто брюки сменить на юбку. Вот и как бы все. Мистика такая просто. Ну, переодеть, и все. Ну, милые мои, ну, 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 че себе. Ну, юбки, конечно, это может быть кому-то нравится, кому-то нет. Но полно женщин. Я могу вам сказать, как мужчина. Вы знаете, если женщина женственная, ей все к лицу. Она хоть спортивные шорты оденет, хоть ритузы с вытянутыми коленями, если она женственная. Она будет смотреться там суперсексуально. Моя женщина, если надевает мои вещи, там, не знаю, вытянутые какие-нибудь футболки, у меня нет никаких, если моя жена наденет вытянутые футболки или ритузы с вытянутыми коленями, она все равно будет сексуальной. Потому что это манера двигаться, это способность. Есть даже такие, как бы, есть такие бренды модной одежды, где, знаете, есть такое, в рванье ходят. Я так посмеюсь над современной модой, знаете, когда джинсы рваные такие. Раньше ходили бродяги в этом, а сейчас это стоит дорого. Чтобы одеться, как бродяга, нужно выложить крупную сумму. Рваные какие-то джинсы, рваные какие-то майки и так далее. Рванье, по-моему, раньше называлось рванье. Раньше стыдно было с дырками быть, но сейчас мода такая. Ну, окей, ладно, если люди хотят, я не против. Но просто даже вот есть такая мода, где женщины выглядят, ну, одежда совсем не женственной. Ну, вы посмотрите на этих моделей, на девочек, которые умеют ходить, выглядят. Это женственно, это сексуально. Мужчина обращает внимание. То есть это не... И эта мягкость, она идет не снаружи. Можно как бы пытаться научиться этому, да? То есть, ну, изображать. Но, в конце концов, при общении личном с мужчиной, это покажет себя. То есть, эта жесткость вылезет. Ну, и третья вещь, третья составляющая женственности – это ласковость. Это, собственно, способ коммуникации. То есть, если мягкость – это невербальная коммуникация, как вы говорите, как вы двигаетесь, как вы воспринимаете вот этот негатив. То есть, спокойно вы можете любую ссору не выходить из себя, да? Вот эта плавность речи. То ласковость – это такое качество на уровне вербалички. То есть, я могу... Я вам могу сказать – дурачок ты мой. Ну, что ж ты натворил-то? Зачем ты все деньги истратил? Ну, сколько можно тебе говорить, что я люблю цветы, розы, красные? Ну, когда же ты купишь мне их? Ну, сколько уже можно валяться на диване? Ну, ты же просто как тюлень жирный лежишь. Ну, что ты? Ну, я выходила за мужчину-то, за другого, за принца. Давай, пожалуйста, вставай. Оторви свой ленивый, грязный, вонючий зад. Наконец-то. Понимаете? Я-то же говорю вербально. То есть, мягкость – это невербальные слова. Невербальный способ. Я сейчас говорю довольно жесткие слова, но при этом я с такой мягкой интонацией говорю, что это не обидно может быть. А вербальность – это правильность, ласковость – это правильные слова подобрать. То есть, если вы будете совместить это невербальное, то есть, внутренний посыл, с внешним, то есть, правильные слова будете говорить, то это усиливает эффект. Понимаете, да? Поэтому, в целом, вот это все, конечно, много путаниц. Вы сейчас запутались. То есть, то женственность, то ласковость. Женственность состоит из ласковости. Ласковость – это женственность. По большому счету, не так сильно важно. То есть, мужчины, они видят это на уровне ласковости. То есть, когда смотрят мужчина на вас, он видит вы спокойная, мягкая, ласковая. Он говорит, ты ласковая. Он не говорит, ну, женственная. Ну, мы можем так говорить, да, мы можем говорить женственная, но по большому счету это не дает понимания. Мы просто внутри не чувствуем, что вот здесь вот есть женщина. Но понимание, как бы, что это такое, нет. Поэтому я вам разложил. Нужно быть спокойным, научиться спокойствию. А для этого нужно убрать свои внутренние, внутренних демонов внутри. Я называю это генеральная уборка внутри. Знаете, я хочу вам сказать, что у вас в жизни, женщины, они живут только с открытой душой. И вам в жизни много кто гадил в душу. Ну, начиная там от мам даже. Даже от наших любимых мам и пап. Всякие негативные вещи в отношении на гаду. Просто, извините, просто срали. Просто в душу. Не говоря про там окружающих, знакомых и незнакомых людей. Многих, некоторых мужчин особых, особой категории. Просто гадили вам в душу. И внутри у вас какашки. И вот вы внутри чувствуете, что они воняют. Ну, правда. Да? То есть внутри кака... Вы чувствуете внутри плохо, противно. А генеральную уборку не делаете. Любая хозяйка знает, что периодически нужно делать генеральную уборку. Тем более весной. Сейчас у нас наступила уже весна. Когда вы собираетесь внутреннюю уборку генеральную внутри себя сделать? Когда это произойдет? Вот пора уже вот эти все завалы внутренние, какашки эти вот... Эти какашки в виде негативных подсознательных установок, в виде негативных эмоций. Их пора уже как бы вычистить изнутри. Поэтому давайте приходите на курс самооценки. На мой... Мы там... Это... Курс самооценки это генеральная уборка. Внутренних завалов. Внутри вас. Приходите на курс самооценки. Давайте сничем с марафоном. Я не знаю, сегодня у нас вторник. О, вторник это еще значит у вас есть еще время 20% скидки. То есть у вас осталось там где-то 4 часа по Москве, чтобы получить 20% скидку на курс самооценки. Потому что через 4 часа она закончится. Вот. Но это как раз вот курс по генеральной уборке внутри себя, дорогие мои. Я вам расскажу на марафоне уже. Мы закончим сейчас эфир. На марафоне я вам расскажу, продолжу рассказ о том, какие есть способы. Это... Ну, три способа развить женственность. Это первый способ. Это подражать. То есть вы внешне подражаете. Многие кто-то рекомендуют этому. Ну, типа подражайте так быть женственно. Ну, это на уровне, знаете, на уровне попугайства. То есть вы будете... Женщины выглядят смешно немножко. То есть видно, что они нахватались какие-то, пытаются неловко подражать там голливудским киноактрисам или кому-то еще. Но так как внутри вот этого спокойствия, этой ласковости нет, то возникает такое, знаете, то, что называется у нас как бы не коррелирует. Да. То есть внутренность не коррелирует внешне. И просто выглядит смешно. Вот. Ну, часто. Нелепо. Поэтому подражать не подходит. Это подойдет, когда у вас есть внутри сначала вот это спокойствие, мягкость вы развили. И тогда внешне научиться каким-то внешним приемам. Это нормальная техника, она рабочая. Но само по себе, если вы будете просто подражать, это как бы не работает. Второй способ, который развивает женство, который предлагают сейчас, это мистический способ. Я о нем уже начинал говорить. Ну, это вы знаете, там, мандалы рисовать, танцы женственности. Я с уважением отношусь к этому виду бизнеса. Ну, каждый как бы предлагает, что хочет, там, жемчуг надевать по понедельникам, чтобы луну задобрить и так далее. Это все интересно. В какой-то мере это работает. Но работает на каком уровне? То есть, почему? Женщина общается среди единобышленниц, и, как правило, тренер такой, это такое проявление женственности. То есть, женщины, которые ведут такое, они сами, как правило, такие женственные, мягкие. И когда женщина попадает в этот коллектив, то есть, в это общение, то есть, они начинают так немного замедляться, успокаиваться. И вот это ощущение, особенно принятия других женщин, успокоения, оно влияет. Это правда. Но проблема здесь заключается в том, что тогда женщина начинает думать, что работает не вот это, не общение с другими людьми, с женщинами, не вот внешнее перенятие вот этих признаков, а вот какая-то мистика. То есть, ну, луна, там, или жемчуг, начинает сосредотачиваться вот там. И поэтому эффект кратковременный. То есть, она пока вот в обществе вот этих там, на тренингах, на этих женских, она спокойная и женственная. Когда она только уезжает, все возвращается на круги своя. Замечали, кто проходил такие тренинги? То есть, вот так это происходит. Я много раз таких уже, ну, много клиентов было, они говорят, да, мы проходили тренинги женственности, там было все хорошо, но вот уезжаем, и все возвращается на круги своя. Потому что вы внутри ничего не изменили. Ну, как вы можете, ну, это понятно, что все это там красивые энергии, все это красивые слова, чакры-пукры, мантры-шмантры, это все интересно. То есть, ну, это как хобби можно, но, девочки, это работать не будет. Потому что нужно развивать какие-то более конкретные методики, да. Ну, и третий способ развития женственности – это психологический. Это то, что я, собственно, предлагаю. Это разобраться вот со своими внутренними эмоциями, это разбираться со своими сценариями психологическими, вполне конкретными. Те, что имеют, как бы у вас опыт есть внутри, у вас есть внутри опыт. Вы помните, как вас мама называла, вы помните, как у вас отношения были с мужчиной и так далее, и так далее. Вот с этим разобраться надо. То есть, провести генеральную уборку внутри. Это третий способ развития женственности. Но вы выбираете какой-либо подражать, либо идти по мистическому пути, танцевать танцы женственности, кружиться. Вот, либо идти на психологический уровень. Ну, я считаю, что гораздо полный, более полный, самый конкретный, самый эффективный третий – психологический. Вот, все остальные другие я исследовал, но не нашел там какой-то большой, прям, в какой-то мере они помогают, это правда. Но эффект очень, как бы, временный и незначительный. Ну, что ж, дорогие мои, я заканчиваю сегодня прямой эфир. Напоминаю, что мы сейчас продолжим говорить о раскрытии женственности, о ласковости на марафоне. Марафон будет не в Инстаграм. Для того, чтобы вам попасть на марафон, вы должны войти в мой профиль, нажать «Психолог Александр Шатов», надпись «Войти в мой профиль», найти ссылку синенькую, называется «Таплинк». Найти в меню, там есть «Марафон ласковости», «Марафон поднятия самооценки, раскрытия женственности», зарегистрироваться. У вас есть еще 20 минут получить ссылку на этот марафон и войти на вебинар. Если вдруг у вас что-то не получилось, пишите моему помощнику «Шахов Хелпер», либо пишите в поддержку «mail-собака-ашахов.ру». «Мейл», ну как английская почта, «мейл-собака-ашахов.ру». Ну или, в конце концов, напишите мне в директ. Я не знаю, попрошу сейчас супругу свою, пускай она попробует вам помочь зарегистрироваться на марафон. Ну все, встретимся через 20 минут на марафоне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok